Погода сегодня улыбнулась нашему путешествию, и это здорово, потому что в солнечный денек особенно приятно оказаться в парке Молодежный. Это новый, совсем недавно открытый парк в Нефтегорске, примерно в 100 километрах от Самары и в полутора часах пути. В принципе, здесь есть все для классного комфортного отдыха. Замечательный пруд, классные лежаки, на которых можно загорать, когда погода более теплая. Единственное, что, конечно, огорчает, что в этом пруду, как оказывается, нельзя купаться, а я надеялся, что получится окунуться, но нет, не получится. Зато есть прекрасная детская площадка, много песка для загорания тоже, много новых скамейк и кафешка с прокатом. Сейчас пойдем и узнаем, можно ли нам прокатиться на чем-нибудь. Для экстремалов есть специальная скейтерская площадочка, а также другие площадки, где можно поиграть в баскетбол или в футбол, ну или просто позаниматься спортом. Уходим, пока не попросили денег. Все, у нас здесь не было. Катамараны, велосипеды, самокаты, ролики, мечи, ракетки, тюбинги, лыжи и даже шезлонги. Вот, все здесь есть. Режим работы с 10 до 11 без выходных. И закрыто! Не знаю, почему закрыто. Вроде бы обеда тоже не намечается у этих людей. Ну что ж, наверное, уже не сезон. Спортивная программа ко дню города была 4 сентября. Да, немножко опоздали мы. Похоже, теперь придется ждать снова лето, чтобы покататься на велосипедах. Вот оператор мне подсказывает, что, возможно, это самый высокий шпиль в районе или даже области, но информация не проверенная. Достаточно безлюдный и пустынный сегодня здесь. Может быть, потому что вторник. Может быть, не очень тепло. Вот какая-то навороченная точила, которая, похоже, уже не поедет никуда. Ни разу не запрыгивал на тачке. Попробуем. Здравствуйте. Скажите, вы из Нефтегорска? Почти нефтегорска. Откуда? Из Кулешовки. Из Кулешовки. Давно парк открылся? Понятия не имею. Ну да, не знаю. Мне кажется, в прошлом году было открытие. То есть, в прошлом году уже было? Нет, вроде бы. Нет, в прошлом году было открытие. Азаров приезжал с Хинштейном. По-моему, в прошлом году. Вы здесь часто бываете? Да вот, наверное, третий раз всего. И как вам здесь? Ну, очень прикольно. Ну, нравится. Нравится? Да, для такого маленького городка достаточно большая постройка. У-ху-ху-ху! Так вот. Никогда не поздно. Понятно. Да. Снова почувствовать себя ребенком. Чего бы не сделать это в Нефтегорске. Снова почувствовать себя ребенком. Снова почувствовать себя ребенком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...